Добрый день, добрые люди, все, кто споживает святой хлеб и в месте в селе. Я это часто говорю. Когда заканчивал факультет журналистики Киевского университета, то я называл себя не на телевидении, я его боялся, потому что это не для меня. Я был сельский неграмотный парень. Я хотел в газете работать. Добрый вечер. Так называлась первая программа, которую вёл Владимир Трахименко. Для неё сам писал журналистские материалы. Брак на фабрике по производству одежды или обман на рынке. Согласовать сценарий эфира для сатирической программы было не так-то просто. Текст проверяли около десяти редакторов. Трудности, говорит заслуженный журналист, были и в использовании техники. Какой там был звук, какая там качество была, ну никакая. Черно-белая плевочка-то такая, белая. Те камеры были, киноры назывались. Так до него же нужно было до той камеры вести вот такой аккумулятор, килограмм и двадцать, на плечах. Посмотреть телепрограмму харьковчане могли благодаря радиотелевизионному передающему центру, который работает и ныне. В этой комнате люди не просто следят за телеэкранами. Специалисты смотрят, чтобы на каналах не произошёл сбой. Здесь обеспечивают телевещанием всю Харьковщину. Харьковский телецентр транслирует более полусотни телеканалов и шесть радиостанций. Из студии сюда поступает звук и видео, которые передатчики превращают в радиосигнал. Через телевышку радиосигнал поступает в антенны. Уже три года в радиотелевизионном центре работают четыре цифровых передатчика. Вот этот мультиплекс, в нём восемь каналов. Он работает на одной и той же частоте и вещает восемь разных телекомпаний. Таким образом, восемь на четыре – 32. Качество, естественно, выше. Выше качество изображения и звука, а также больше каналов. Плюсов цифрового телевидения не счесть. 16 лет назад Великобритания стала первой страной, которая ввела новый формат вещания. В Украине программу развития цифрового телевидения утвердили в 2008 году. Сейчас система внедряется. Телезрители должны будут приобрести устройство, которое будет преобразовывать аналоговый сигнал в цифровой. Это может быть, вот мы уже слышали такое устройство как Т2, и это может быть нового поколения телевизоры, которые уже будут иметь возможность принимать цифровой сигнал. Что касается телекомпаний, телекомпании тоже должны закупить новое оборудование. Специалисты уверяют, телевизоры ещё не скоро потеряют актуальность. Цифровые технологии развиваются с большой скоростью, но за инновациями успевают не все. Пользоваться новыми гаджетами, новыми компьютерами, новыми телефонами – это непривычный для них способ получения информации. Более привычный – это получение информации из телевизионного экрана. И, соответственно, телевидение, удовлетворяя спрос и потребности всех зрителей, шагая в ногу со временем, будет развиваться тоже в этом направлении, дабы удержать зрителя у экрана. Чтобы не потерять и другую целевую аудиторию, которая всё чаще телевизору предпочитает интернет, в будущем телевидение ждут очередные инновационные технологии, прогнозируют эксперты. Марино Ступак и Евгений Педин, Объектив неделя.